В офисе президента Итак, представьте, недалекое будущее, новоселье в новом офисе президента Ух ты, добрый вечер Неплохо Ты бачишь, как сделал сучасно все Да, ох и заварил Зеленский кашу с этим переездом Я вам, когда президентом был, у меня и в мыслях переезжать не было Как это, Петр Алексеевич, не надо брать, вы что, вы тоже переезжали? Коли это? Сначала кортежем на пешеходном переходе пенсионера переехали Потом на встрече с Ахметовым Ренат Леонидович вам сказал Да, Петя, и в этом бизнесе ты меня тоже переехал Так, ну такише давайте, а то зараз цей Зе в свой стеклянный кабинет повернется Че вы решили, что он стеклянный? Виталик, ну подивись, ты что, сам не бачишь? Так, нет, это не стекло, вы что, Петр Алексеевич? Я стеклянный мост открывал, на стекле трещины должны быть, нет Это не стекло, если вы мне не верите, давайте позвоним моему брату Володе И мы с ним по стенам попрыгаем и проверим больше Виталик, достаточно, мы же с вами и так, друзья, допрыгались Памятаете, что они перед выборами обещали цей Зе? Всех посадим, всех посадим, вас не лякает это? Не, ну как, не... Это Владимир Александрович, здрасте Доброго дня, пан президент Сидите, сидите Да, да, давайте по 15 Да, я бы такой же по 20 дал бы, да, конечно Строгий режим, так строгий режим, да Шо? А, шо це було? Який 15, який 20 Так, а не знаєте, хто це з ним? Как это, это же, этот, Артем Сергей с ним Кто? А, не, Эдуард Константин, вот, по-моему, так Шо? А, Андрей Богдан, вспомнил я, вот, да Кстати, знаете, за шо уважаю этого Богдана Он единственный человек в окружении, кто может себе позволить смотреть президенту прямо в ухо Вот так Не скажи, Віталик, якщо цей суфлер не припинить свои підказки, то Зеленський буде першою людиною в світі, яка ухом сказала «отвалі» Зараз вы так пожартували, да? Если вы так на стадионе шутили А я таки шучу Ой, почекайте, а шо це вон? О, так вони ж віджимаються А, так это он про спортивный строгий режим говорил, Господи, вытихайте Попустило Ну Так что, Юлія Володимирівна, можете тепер спокійно йти на новосілля до президента Дарить свій сервіс А звідки вы знаете, что у меня сервіс? Та просто, коли він про строгий режим сказал, у вас скло в коробці зазвеніло Ну, може і так, але я бачила, шо вы, Петро Алексеевич, теж трошки побледніли Трошки было, да Я, коли про це, я 15-20 почув, у меня, як в ваших обіцянках про тарифи Уменьшилось в два раза Ясно Супер Ну, ты диви, шо роблять, а? Ага О, бачите, все ж таки пішов Зеленський по моим стопам Я би даже сказал, побежал, Петр Алексеевич Та не, я про то, шо в нього теж є Богдан Ну, ви, Петро Алексеевич, не порівнюйте У нього лише людина, а у вас цілий завод Богдан І вообще-то він Богдан Богдан Віталік, він Богдан Богдан Та Богдан, прізвище таке Богдан Ааа, конечно-конечно Богдан Знаю-знаю Що зовсім же, да? Юля-юля, так А ти на того диви Ну, навіть ліпай, а? Нічого, я думаю, Зеленський людина творча, креативна, зараз щось придумає Та шо він там придумає, господи? Как-то ж вас он придумає Ось, бачите, я ж казала Неплохо, молодец, молодец Ой, ніколи не розгубиться Такий оце Здається, йде сюди Богдан з Тарасом йдуть, тихо, йдите Здрасте, Андрей Іосифович Здрасте А давайте так, хто первый пойдет подарки дарить на Василия президенту? Ну, так ви йдіть Так Вручайте свою булаву Откуда ви знаєте, що у мене булава? Ну якось догадався Как ви могли догадаться Во-первых, оно запечатанное Во-вторых, даже я не знаю, що там, мне помощник подарок выбирал Может, і булава, Петр Алексеевич А може, і фоторамка Или, може, книга, какая інтересна Или музыкальна открытка А ви сразу булава А вот інтересне, що у вас, Петр Алексеевич О, це сюрприз Дайте, пожалуйста Ну, судя по весу, где-то кілограм Где-то Ух ты, а шо там тіліпається, Петр Алексеевич Там торт Был Так Ладно, все Піду першим Давайте Зараз йому покажу, хто тут політична еліта Давайте До речі А це правда, що Зеленський дозволив свій офіс в шортах приходити? Конечно Ну і реформатори Ну і колхозники Це ж ким треба бути, щоб в офіс президента в шортах прийти, а? Ви давайте Зараз я йому Ага Ой, дивіться, Віталік Я думала, після виборів всі переобулися, а Петро Олексеевич, здається, ще переодягнувся А де він шорти взяв? А шо он дарит, Юлія Владимировна? Ну як шо? Торт Какой-то странный торт, шо он з ним делал? Торт странный, да? Ну не я же странный, Юлія Владимировна Ясно, все з вами Щось не пішло Зараз спитаємо Повертається Ну давайте, да Все порішав? От такий мужик Супер Ой, Петро Олексійч, не треба залівать Ми через оцю скляну стіну все бачили А, да? Ага Ну да Не все так прям гладко пройшло Так Є один маленький мінус Какой? Роттердам мінус Ага Ще привіт Ой, да ви шо? Ще привіт Вас вітає Гра на партию України Ось І я ректор Київського національного университету культури місцець Михайло Поплавський Дякую, дякую Ну і, конечно же, Олег Винник Добрый вечер О, значит, в рамках нашого предварительного туру Ми дали більше сотні, більше сотні благотворительних концертів Я би даже сказав, благотворительних концертів Я выступал на сцене с одного конца села, Михаил Михайлович з другого Ну, щоб все люди шли ко мне І благодаря моїм концертам наша партия набрала целых 0,5 процента Ну, это если римскими, да, понимаете? Да Юля Владимировна, добрый вечер Ого, о господи, він знає моє ім'я Тихо, 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 держите себе на руках Боже мой, какая сладкая волчика Ой Скажите, а вашій дочери свекер не нужен? Так, Олешка, я вас благаю, вы не перегибайте Майте повагу, я все ж таки політик з 22-річним стажем Ой-ой, только не надо заводить меня своим возрастом А, я, вибачаю, що заважаю вашій охоті на вовчиць Але як ви з Поплавським в одній партії опинились? Брош, пшениця, ясмінь, шолод Віскі хряпнули? Чуть-чуть Понятно Так, спочатку, конечно, Олежа не хотів до мене в партию Але його переконали дві речі Дві речі Перша, сауна Друге, студентки Київського національного уритету культурно-містері Я прошу прощання, подождите Зачем прийшли к президенту? І ще со студентками, що происходит? Ми прийшли до гаранта До гаранта Чтоб українське село Село Развивалося Развивалося Та що це за цирк, а? Ми шо, с умася ж? Тут люди важливими справами займаються І йдіть звідси нафіг Ми пішли нафіг Айтем, шо тут співаєш? Пішли, давай, 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 не ходи Иди, ты тоже иди Юля Владимировна, ви пока присядьте Отойдите от встречи с Олегом Пётр Алексеевич, я прошу прощання А офіс президента везде прозрачный? Так, везде Везде-везде? Везде-везде, а шо? Ладно, тадо я потерплю, шо? Все, я потерпел Я могу идти дарить свою фоторамку А, давай, Виталик, давай Я-то его не боюсь, щас А ну разошлись там! Давай! О! З'явився наш герой Ага, ти диви, подарував А шо це він розказує? Шось показує Цікаво Не, шо он сказав? Шось не пішло Зараз спитаємо Слухайте, Виталик Шо? А шо ви його там казали, а? Я йому сказав Ти нормальний взагалі? А шо такое? Шо це таке було? Та я тільки що видел, як ви заходили І так же точно от это с ним общались А не нормальний сразу Виталик, или шо? Слухайте, я взагалі дивуюсь, як ви справляєте з обов'язками голови Та шо з ними справляться з тими обов'язанностями голови, Юлія Владимировна? Я ж все делаю Я киваю, машу Могу недоумение показать А шо еще? Могу головой руку почесати Я не знаю Тепер я розумію, як вас мерам вибрали Я, Виталик, іншого не розумію Як люди вибрали цього «зе»? Я ж для них все зробив Армия – ес Мова – ес Віра – ес О, прикольно Майон – ес Христос в Оскар Ес Шо? Не, нічого Это просто как у нас в детстве с братом, с Володей было Нас, когда мама в магазин посылала за продуктами Мы всегда сложные слова запоминали на двоих А це як? Ну, от, допустим, я запоминал «хл» А Володя – еп Ох, и сложно нам пришлось питаться, когда мы разъехались Я никак не мог купить «хл», «мол», «кол» А Володя – еп, ако и басу Представляете? Ну, от я съебу, ему взагалі было Ну, поки в мене тут не закипів мозок Я піду і поговорю з Зеленським по-чоловічному А, давайте Давайте, жестко Дивіться, я вчиться Жостко, да? Як ви вмієте, давайте Да, как мужчина, давайте А ну И ты, вы дверь забыли закрыть, Юля Владимировна Не услышала, ну Шановний Володимир Олександрович Юля Владимировна Шо? Вам вообще-то забыли дверь закрыть Вас было слышно Тому що мені нема чого приховувати Від цих прекрасних людей З якими я теж готова співпрацювати Ну, ви зрозуміли, так? Так вийшло А шо я з вами тут сижу? Я ж насамперед бабуся Піду додому до свого онука Вообще-то у вас внучка, Юлия Владимировна А, да? Ну все Чумоки, чумоки Ага Да О Да, конечно Хорошо Зробимо це разом Да Жена звонила Хочет третього ребенка Зачем нам эта информация? Слухай, Віталик Да Поки його нема Я чув у нього в кабінеті На мене уголовне діло лежить Так, і шо? Не міг би ти піти Вкрасти його для мене, а? Так это ж уголовне діло Да, уголовне діло Так украсть уголовне діло Это ж другое уголовне діло Какое із двох вам нужно принести? Віталик, принеси мені Моє уголовне діло Аааа Принести другое діло Так это другое діло Принести другое діло Діло Я щас принесу Ми ж с вами люди-то ділові Прикривайте мені Ага, добре, добре Тільки швидше Пьон Алексій Один Віталій Владимирович Він Віталик, а він вийшов Тільки шо буквально Зайнятый дуже Да, працює Не покладає рук весь, так сказати, в трудах В цій В бумажній волокіті Понимаю Ой, як біж ви знали, скільки у нього цих бумажних справ Ой-ой-ой-ой-ой Все на благо міста працює Молодець Так, і шо цікаво? Чистоту любить І порядок І порядок Оце, якщо хтось бумажку мимо урни викинув Буде іметь діло з Віталиком Така людина Озелененням зайвся Озелененням А город при Віталике прям расцвел Серьезно? Да, набиває себе Набиває себе, так сказати, шишки Ну, он парень упертый, разобьется, но сделает трещины на стеклянном мосту Це, це, по, про, ви, мо Спасибо О, как? Да, я, значит, все проверю Віталій Владимир Офис действительно стеклянный Здра... Владимир Александрович А шо у вас с ногой? Это вам, Владимир Александрович С новосельем вас О, поздравляю Да Спасибо Пожалуйста Спасибо Знаете, мне кажется Шо? Вы немного заработались Правда? Да, вам, говорю, отдохнуть бы, наверное Це трохи є, так Да, я задоволений б Місяць-другий Десь на Мальдівах відпочив би А я б на Бали слетал, знаєте О, клас Говорят, там очень хорошо на Балях Ребята Какие Мальдивы Какие Бали Да Вы ж состоятельные люди Ну Можете позволить себе и Одессу Это правда Раз можем позволить Привет, Одесса, мама! Опять лечу из Киева в Одессу И на плечах с подарками рюкзак А турбулентность Чтоб у нас опять прожла без стресса Мы в баре заливаем полный бак Над Киевом ни туч, ни облаков Лети хоть на Бали, хоть на Шри-Ланку А мне все по Мальдивам У меня горящий тур Аркадия, ты Ресыпь, Молдаванка Ну здравствуй, старый добрый мой привоз И наши с кисточкой вам, тетя Сара За тысячу гривен, как для своего Отвез меня таксист до Мурвокзала Я первым делом заскочу на пляж Я где-то в ресторанчике присяду Там это, теща приглашала нас Так ты езжай А нам туда не надо У дяди Изи комнату сниму Он обещал шикарный вид с прибоем Не обманул, реально классный вид Жаль, окон нет Но есть кто-то обоих В Аркадии возьму я лежаки В жене креветок детям сладкой воды И вижу я, как тает на глазах Мороженое и моя зарплата По деревасовской пройдусь пешком И прогуляюсь к дюку утром рано Я со второго люка посмотрю Что сделал для Одессы Мартруханов И в Раде есть полно свободных мест В правительстве нас видит тоже рады Но мы на сцене, место наше здесь Здесь хорошо И нам туда не надо Но мы на сцене, место наше здесь Здесь хорошо И нам туда не надо Ну что же Начнем, пожалуй, дорогие друзья Мы по традиции с нашей любимой рубрики Политическое дискавери Итак, внимание на экран Михаил Поплавский на этих выборах Набрал всего полпроцента Несмотря на многочисленные концерты Но, видимо, не все готовы слушать его песни Интересно Ну и так тоже можно Классная функция Да, все мы понимаем, что Владимиру Гройсману На посту премьер-министра осталось недолго Понимает это и он Итак, последний день Владимира Борисовича На этой должности Ну, продолжим о выборах Олег Лешко Очень расстроился Из-за непопадания В Верховную Раду Ну, а Андрей Богдан заявил, что Зеленский работает в таком темпе, что он, ну, не всегда за ним успевает Такие вот за кубики Папа Тёмкинская, представляешь, вот так вот После увольнения чиновников и последних заявлений Владимира Зеленского Служба безопасности максимально повысила его охрану Итак, дома у президента Поговорим за Одессу-маму Итак, Одесская киностудия представила обновленную заставку Мужчины, будьте осторожны, знакомясь с девушками в ночном клубе Ведь то, как она выглядит вечером и то, как она будет выглядеть с утра Это две разные девушки Ну и напоследок, ни для кого не секрет, что в Одессу едут отдыхать по полной Итак, представьте, подружки после клуба возвращаются домой Фух, дошли, слава богу Вот такое оно политическое дискавери Смотрите дискавери, не забывайте улыбаться Это вам говорит Степан Казанин Поехали дальше Ну что, спасибо, друзья Немного разогрелись, продолжим Знаете, недавно заехав в один из районных центров Владимир Зеленский сразу же уволил прокурора, мэра и главу местной полиции Таким образом, в семье Иваненко одновременно остались без работы отец, мать и их 15-летний сын И так бывает, поэтому представьте, где-то в семействе мэра Дорогой Женечка, здравствуй Здравствуй, Леночка Как дела? На работе, Женечка? Что? Женечка, что случилось? Я не смысл, я не смысл, я не смысл, я не смысл, я не смысл Зеленский приезжал? Да Что говорил? Что? Я не смысл, я не смысл, я не смысл Кошмар А ты ему что? Я ему что? Я не смысл, я не смысл, я не смысл Ой, что? Прям совсем не получится этот мост достроить? Не получится Ну, Жень, тогда надо из города по-быстрому валить Не получится по-быстрому Единственный быстрый путь из города через мост А я его не дострою Подожди, ну что ж ты так сокрушаешься? Ну подожди, ну давай разберемся, успокойся Ну ты же мост обещал ко дню города построить? Да Ну, а если не построишь, что будет? Не знаю Что? Беда, говорю, будет, что? А, беда, да Что, могут посадить тебя, да? Да О, боже мой, сколько тебе светит? Да Что? Что? Сдохну я, говорю, в этой тюрьме Ну да, конечно сдохнешь А с другой стороны, подожди Жень, ну за что тебя посадят? За воровство из бюджета? Да Ты что, много украл? Много Что? То не я, говорю, украл А, то не... Там зам мой украл Подожди Так если зам твой украл, давай зама посадим, у меня вон брат судья Что? Ну займись, говорю, этим вопросом, что? Да, хорошо Женечка, я займусь, я ради тебя чем хочешь займусь Хотя подожди А если в прокуратуре узнаешь, что ж с братом моим будет? Не буду Что? Не могу, говорю, не узнать в прокуратуре ничего О, ну да, не могут Ой, звонит кто-то, давай Кто это? Послушай А его не возьмите А его не возьмите А его не возьмите А его не возьмите Жень, кто это? Кум? Да Все понятно Зеленский до Николаева добрался Да Так, Женя Давай знаешь что? Ты будешь вести себя как мужчина И искать выход из сложившейся ситуации Хорошо Давай, наверняка он есть Да Ищи Гугл, значит, как Достроить мост за два дня Результатов Ноль Ладно, попробуем по-другому Десять тюремных лайфхаков Как правильно входить в хату Женя Никакой хаты не будет Давай, соберись Соберись, просто вспомни Сколько ты примерно украл Ну, в гривнах Ой, то я еще и в гривнах Лиа, ты издеваешься? Сколько там нулей? Шесть, восемь, десять Это Да хера ли, арт получается, что ли? Я такой цифры даже не знаю Лиа Ладно, ладно, ладно Надо думать, думать Так, спокойно Подожди Ну, допустим, ты не построил мост Ну Но поликлинику же ты построил Женя Ты же мне говорил, что строил Строил Ну так, что проблема? Дача, сука, получается Ну так, переделай дачу в поликлинику Она в Испании получается Так, ладно Недооценила я, получается, масштаб трагедии Скажи мне У Зеленского только к мосту претензии были? Нет Едем в машине Он останавливается Говорит, где дорога? И я говорю Знаете что, Владимир Александрович Давайте по факту Да Проститутки стоят? Стоят Бензозаправка есть? Ну Чем не дорога, я спрашиваю? Дальше Потом ему в зоопарк поехали мы, значит Слон ему наш не понравился, Лен Говорит, что-то мелковатый у вас слон Че это, когда он писает, ногу поднимает? А в это время слон еще за хвостом начал бегать, зараза Это все? Нет, не все Храм ему наш не понравился, Лен А храм-то чего? Говорит, 17 этажей это как-то многовато Ты смотри А почему он у вас весь золотой, а не только купол? Говорит Безбожник Ага А в это время, как назло, из храма выбегают бабы голые, за ними батюшка с пистолетом А он потом говорит, город у вас бандитский Да, ты шо? Да А ты ему шо? Я растерялся и говорю, благодарочка вас не Женя Шо, Женя? Ну шо ты, какая благодарочка, Женя? Ну это ж про людей было Ну про людей, так я все делаю для людей, Лена Шо у нас в городе все, и соцвыплаты, и инфраструктура, страхование Я им на день города даже Винника пригласил, Лен Сергей Они не уточняли, какого именно надо им позвать Да, Женя, все понятно И это он еще незаконной вырубки леса не знает Сколько я там украл, Лен, то мелочи Четыре куба, шо? Четыре куба долларов, Женя Ты, кстати, что-то бы с ними уже сделал, а? То бесхозные во дворе стоят Хоть брезентом накрой этот куб, я не знаю, собаки уже начали растаскивать Хорошо, я не знаю, как ты скажешь Куда Зеленский дальше поехал? К губернатору К папе? Да О, Боже Добрый вечер, семья Папочка А что такие грустные, что-то случилось? Зеленский приезжал Ну и что, он у меня тоже был Нет в этом ничего страшного Да? Где у вас окно? Я в него выйду, блин! Александр Викторович! Он нас всех подсадит! Тихо, не надержи... Тихо, телефон, тихо! Тихо! Налё? Алло. Да. Это глава СБУ Иван Баканов. Так. Зеленский просил вам позвонить. Зачем? Я не знаю. Он постоянно мне звонит и просит каким-то чертам звонить. А я уже и место жительства менял, и телефон, а он меня все равно находит. Так отпусти меня. Папа, я отпущу, если ты скажешь, что успокоился. Доча, я спокоен. Давай, я отпускаю. Пожалуйста, все нормально. Я спокоен, все хорошо. Душновато. Папа, не надо в окно. Куда ты? Понастроили бассейнов, блин. Так я с один день строил. Папа, пожалуйста, не надо. Куда вы? Понаставили батута, блин. Папа, пожалуйста, не надо. Папа, куда? Канюшня-то вам зачем, парыни? Зачем она, Лена? Все, я поняла. Я все поняла. Ситуация сложная. Нужно подключать тяжелую артиллерию. Ладно, все будет нормально. Да. Отмажет вас прокурор области. Я договорюсь. Как это ты договоришься? Почему он нас отмажет? Жень, я не хотела тебе раньше времени говорить. У меня с ним связи. Какие связи, Лен? Жень, ну какие у меня могут быть связи с ним? Изменяю я тебе. Ты изменяешь меня с этим уродом, Лена? Давай не сейчас, а? Пожалуйста. Боже мой! Жень. Мы спасены, Лена! Леночка! Шаратин! Одевай быстро красивое платье и бьем к этому уроду. Причетку сделай на голове, пожалуйста, Лена! Ваши аплодисменты Евгений Кашевой, Александр Бекалов и Елена Кровец. А мы продолжаем. В последнее время люди из квартала есть практически везде. И дуэт братья-шумахеры не исключение. Теперь с Юрием Великим выступает Юрий Крапов. И поэтому следует объявлять их так. На сцене вечернего квартала двоюродные братья-шумахеры. Да, и перед тем, как они выйдут, хочу напомнить, что 1 сентября не за горами. А 1 сентября — это праздник не только первоклашек и их родителей, но прежде всего праздник всех продавцов цветов. Итак, 1 сентября. Бегу! Бегу, бегу, бегу! Вот вам ирисы для директрисы. Вот вам гвоздички для физички. А вот вам мимоза для завхоза. И подождите. И магнолия для трудовика Анатолия. Хорошего праздника! Да, секундочку. Да, солнышко, да, дорогая моя, да. Да, как, конечно же, я помню, что Петенька наш идет сегодня в первый класс. Да, до линейки 10 минут. Ну не мог я не выйти в такой день на работу, конечно, да. Потому что сегодня я зарабатываю в 10 раз больше, чем за 8 марта. Почему в 10? Потому что жена у всех одна, а у учителей 10. Понял, понял, скоро буду. Да, все, целую, пока. Да, извините, обслуживаю последнего покупателя и закрываюсь. Да, что значит последнего? Вы нормальный вообще? Мы тут целую очередь стояли из-за цветов. Да, вы стояли. А я, если опоздаю на линейку к сыну, буду лежать среди цветов. Так что, извините. Вот вы последний. Давайте быстрее. Слушаю вас. А что вам? Тюльпаны, гвоздики, ромашки. Класс. Зимнюю розу. Зеленую лилию. Зверобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю, быстрее. Какие вам цветы нужны? Просто скажите. На нарциссы. Настурцию. На подарок. Это, конечно, сейчас сузило круг выбора. На подарок кому? Уч-уч-уч-уч-уч-уч-уч-учительница. С-ам. Учительница-ам. Это понятно. Какие цветы? Говорю. Фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи. Фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фички. При чём тут физичка? Цветы, спрашиваю, какие? Герберы? Географички. Блин, ё-моё. Да что ж это такое? Мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать. Математички. Мать его, блин, сколько им цветов всем купить надо. Так, слушайте, определяйтесь быстрее, я вас прошу. Давайте, что вам надо? Мне бы надо... Быстрее. Пионы. Петунью. Подорожник. Подешевле надо бы мне. Что подешевле? Я спрашиваю, какие ваши учителя предпочитают цветы? Чисто говоря, мне... То есть вам все равно? Снежники мне нравятся. Но вы в своем уме? Где я вам сейчас подснежники найду? Вот, смотрите, ромашки какие красивые, а? Чем пахнут? Что? Говорили, ромашки не брать. А что брать говорили? Подбирайте слова. Хризантемы у вас почем? Хризантемы? Сто гривен веточка. Ни... Ни... Да сейчас везде так, что вы хотели. Не хватит денег на хризантемы. Господи боже мой, а на что хватит? Какие цветы давать? Не... Не... А кто знает? Не забудки. Не забудки? Слава богу, определились. Не забудки. Не забудки точно нет. Что тогда? Фи... 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 Фиалки? Фи... Фикус? Фик его знает. Возможно... А... А... Астры? А... 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 Что? А... Афи! Мои боже мой. Будьте здоровы. Си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Пожалуйста. Си-сы-си-си-си-си. Да не за что. Сколько стоит? Что сколько стоит? А... 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 Астры! Амброзия! Асси! Уберите свою амброзию отсюда! Да это не амброзия! Господи, извините сейчас. Да, солнышко, солнышко, я еду, еду, правда. Я уже в метро, да, в метро. На какой станции? Какая тут ближайшая станция? Уже на... Скажи уже, какая станция? Позняки! А, это на другом берегу? Блин, какая станция? Посмотрим, какие вообще есть! Значит... Позняки! Было уже! Раз было, тогда... Уже на... Плохая связь, перезвоню, боже! Пиатральная. Какая пиатральная, я говорю, определитесь уже быстрее. Я на линейку опаздываю, вы понимаете? Вот вы придут... Придут... Что? Придупредили бы меня, что спешите. О, мне боже мой! Я вас не за... Задерживал? Пусть будет задерживал. Задерживал. Так, смотрите. Я знаю, что люди, которые страдают подобным, нормально говорят, когда поют. Я... Ты тоже такое слышал? Так попробуйте пропеть, что вам надо. Сейчас попробую. Давайте. Под какую мелодию? Господи, да под любую уже. Под вашу любимую, давайте. Что вам надо? Под любимую? Под любимую. Попробуй. Итак. ДАЙТЕ МНЕ БУКЕТИ! Извините, а... Может, все-таки что-то помелодичнее я... По-помелодичнее? Да, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас попробую. Мне б для учительницы Светланы было б неплохо купить тюльпаны. Стоп! Тюльпаны, отлично. Какие? Ж-ж-ж-ж-ж... Желтые, понял. Вот вам желтые тюльпаны, вестники разлуки. До свидания. Что не так? Что? Что? Что происходит? Ей, желательно пионы подарить. Так зачем вы пропели тюльпаны? Просто Светлана с пионами не рифмуется. Идиот! Извините. Да, солнышко, еду я, еду, еду. Да правда, ну еду. Да не забухал я с друзьями, нет. Ну, подтверди. Нет, ваш муж трезвый, он не бухает. Он для меня цветы выбирает. И мы давно бы отсюда ушли, если бы рифму к пионам нашли. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Дай сюда! Спасибо. Помог. Я перезвоню. Так что, берем пионы? Нет? Наверное. Что «наверное»? Наверное... Нет. Телефон. Это что? Жена звонит. Давайте быстрее. Да, любимая. Хорошо. Возьму. Целую. Так ты сможешь нормально разговаривать-то, а? Так, а ну, говори со мной так же, как с женой. Да, любимая. Хорошо. Возьму. Целую. Ну, а другие фразы можешь? Нет, я только эту успел выучить. Блин, да откуда ты взялся на мою голову, а? Хорошо, молчи, молчи. Не, не хочешь говорить? Просто покажи. Покажи, какие цветы. Покажи. Что ты? Ты что, показываешь, что ли? Что ты показываешь? Утюг? Утюг. Хорошо, утюг. Гладить. Гладить. Так, дальше что? Гладить? Что гладить? Гладить лицо? Усы? Гладить усы? Гладиолусы, что ли? Господи, боже мой. Это были гладиолусы. Извините. Да, солнышко? Да, да. Я уже подъезжаю, честно. Я на такси. На такси. Да не вру я. Ну, правда. Ну, хочешь таксисту сейчас трубку дам? Это жена. Ответьте ей. Да, любимая. Хорошо. Возьму, целую. Идиот. Это моя жена. Да, любимая. Хорошо. Возьмет, целует. Придурок, что ли? Так, солнышко. Солнышко, я скоро буду, правда. Вы там с Петенькой меня дождитесь уже, пожалуйста. Да? А, да. Да? Хорошо. Повезло, представляете. Линейку перенесли на час, потому что директор школы опаздывает. Это тоже идиот, а? Как можно опаздывать в такой ответственный день? Придурок однозначно. Позвольте представиться. Тот самый придурок и идиот, директор школы Антипов Дмитрий Ефимович. Как вы говорите, зовут вашего сына Петенька? А вы меня не по-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-правильно по-п-п-п-п... Я спешу, мне через басняки я съешь! Юрий Великий, Юрий Грабов, ваши аплодисменты. Ну раз двою родные вратья, так двою родные вратья. Знаете, недавно глава офиса президента Андрей Богдан в одном из интервью журналистам пожаловался, что Квартал про него совершенно не шутит. Вот есть видео подтверждение жалобы, скажем так. Я просто вымагаю, чтобы на сцене 95-го квартала были жарты не только с действующего президента, но и с его главой администрации. Потому что я желаю, что они незаслуженно обходят внимание меня и мою деятельность. Нас долго уговаривать не надо. Встречайте на сцене человек, который настолько часто появляется на публике с президентом, что уже всем мозолит глаза, а президенту еще и ухо. Ну кто же может пошутить лучше о себе, чем Андрей Богдан? Отплодисменты. Поехали. Я буду всегда с тобой Шепотом за спиной Правой твоей рукой Умной твоей мыслей Крепкой твоей мышцой Бархатной хрипотцой Богом тебе дан твой Бог дан Я буду твоей водой Вкусною шаурмой Самой большой двойной Шуткой твоей смешной Не понимаю сам Бог дан или Бог дан Просто команду дай Рядом Я с детства с тобой дружил В школу с тобой ходил И за тобой носил Я портфель Я юмор с тобой писал Лысым так рано стал Чтоб быть с тобой в квартале Ты не суетись, малой Буду всегда с тобой В ухо твое дышать Буду я Что-то тебе шептать Буду я Ваши новой дышать Александр Пикалов В роли Андрея Богдана Ну что ж, а мы двигаемся дальше И следующий номер посвящается Всем ревнивым мужьям Вы знаете, такие мужьям, которые Бьют свою жену на перспективу Ну, для профилактики Таким мужьям, которые приходят домой Снимают ботинки А потом у жены спрашивают Слышь, чья-то обувь стоит, а? В общем, ревнився И этот номер для вас Алло Да шо, Валера, ну шо Ты опоздала чуть-чуть Одна пришла на концерт Господи, ты достал меня Со своей ревностью Валера, я прошу тебя Не звони мне больше Ты одна иду Так все И не доставай меня Не ходи за мной Все, пока Я прошу прощения Вас не занято здесь Спасибо Ой, кашвар Извините, пожалуйста А я вас знаю Да, я вас знаю Где же я вас видела А-а-а Это ж вы мне вчера на привозе Тюльку продавали, да? Не? Ага, ну извините А где же я вас видела? Я ж-то вас точно знаю, а? А шо А шо от вас так Лимончиком и коньячком? А-а-а Боже, узнала Это ж вы Олег Филимонов Ну слава богу А я думаю Где я вас видела? Ой, как хорошо А шо ж вы мне тогда На привозе тюльку продавали В чем? А-а-а Я извиняюсь Ой, Олег Я такая рада Что вот это так попало Вы же знаете Как я вас люблю Я вот это с детства Только слышала Тан-таран-тан Тара-дара-дан Я сразу с кухни Вот это шо не доело Бежала к телевизору Потому что Ну, слышала же эту музыку Потом видела, что Это не новая серия Шерлока Холмса Назад доедать бежала Так учу Ну, шучу Даже вы нас так учили Шутить, да? Ну, я ж все смотрела Ой, как приятно Как хорошо Эх Вот ты где сидишь, а? Уделася она Валера Шо? Я прошу тебя Ну, шо ты пришел Я ж сказала Все нормально Я сижу, смотрю концерт Я вижу, как ты смотришь концерт И с хахалем тут прячешься Шо я не вижу С каким хахалем? Вот с ним Я прошу прощения, Олег Валера Ты с ума сошел С каким хахалем? Вот с ним Ты посмотри внимательно Ну, шо ты нет Да посмотри Не узнаешь Ааа Ну Не Валера Шо Посмотри Ну, человек Легендарный Одессит Олег Фили Энштейн Валера Какой Энштейн Одессит Джентльмен Олег Фили Ман Ты шо, издеваешься? Шо Олег Филимо Вич Лена, соберися Валера Это Олег Филимонов Ну шо, ты не помнишь Он еще со школьником Женской одежде играл Ну Со школьником Женской одежде Игра Ага Слышь, Лен А он знает, что за такое Химическое наказание Придумано? Господи, Валера Это не в том смысле А шо Я сейчас как лухну Вообще Валера Себя собрался В девяностых Была классная Такая юмористическая Передача Ну шо, ты не помнишь? А, Лен Ну это ты помнишь Я тогда малой был Валера Шо? 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 Шо прилетит, Валер А шо? Шо ты с ней тут, а? Шо? Давай, как у вас там У джентльменов Давай, дуэль Ты шо, сумасшедший Так какая Дай перчатку Дуэль Так, иди выбирай оружие Все Шо пристает? Так, все Я прошу прощения, Олег Ну вот такая, понимаете Вот такая мне попалась Людына ревнива Вот такой муж Так главное Я это только на свадьбе заметила Он же на свадьбе Вот эту женщину Церима-неместера Вот так взял за шкирку И говорит Откуда сомнения Да или нет? Шо, у него кто-то есть? Кошмар В церковь нормально Не могу сходить Он батюшку по храму Вот это за волосы тягает Шо б тот ему Мои исповеди пересказывал Так кошмар вообще Это, понимаете Повода не даю Но так не повезло С седьмым замужеством Я святая Святая, Олег Никогда Мне вот это поворот, а Сходила носик припудрить Олежка, это кто? Я не понимаю сейчас, а Женщина, я прошу Это вы неправильно поняли Что тут неправильно понимать? Я, значит, на секундочку Отошла, возвращаюсь Через 40 минут А ты моего мужика Решила закадрить? Шалава ты, а Слушайте, знаете что? Я не шалава А, да Все шалавы говорят, что они не шалавы Вы что, с ума сошли? С ума сошли А этот смотри С места не сдвинется Она его тут лапает А он как камень Олежка, в чем проблема? Да никого я не лапала Ваш Олег мне не нужен Он мне в отцы годится Да как вы можете это говорить, а? Вы знаете, какой Олежка сексуальный, а? Да его именем даже Олеговинника назвали Да среди всех белых шарфиков Я именно его выбрала Ну, потому что у него шарфик длиннее других был А как он целуется? Олежка, покажи, покажи Очень хорошо Покажи Олежку Да не, Олежка, не надо Я извиняюсь Я извиняюсь Знаете, ребят Не-не-не, целуйтесь, целуйтесь Я не могу В смысле целуйтесь, Валера? Лена, извини, пожалуйста Что случилось? Что такое, Валера? Садитесь, расслабляйтесь Короче, только что там за кулисами прогуглил вот эту вашу передачу Вот это джентльмен шоу Короче, ни разу не засмеялся Ну, сразу видно, что человек вы серьезный Короче, знаете что? А забирайте вы ее себе Кого? Вот так Вам оно нужнее, я просто вижу Валера? Лена! Значит, по квартире Держи, смотри Вот это ключ от верхнего замка Ты что? Вот это от нижнего Вот Вот это ключ От ее сердца Понимаешь, да? А вот ее морок Вот Этот ключ от наручников Тот же, что и от ее сердца Ну ты понял Короче, разберемся Это же не дурак Дурак бы шарфик в августе белый не надел А ты и не надел Так а вы вообще кто? Я бывший муж И его будущей жены Что? А что же происходит вообще? Я не понимаю, что происходит? Мне все равно, а что? Анекдот О Точнее, случай из жизни Пригласили как-то одного пожилого, возрастного одессита На концерт 95-го квартала Он, естественно, пришел Еврей, между прочим Сексуал Ну это я так по секрету Присел И вдруг к нему посаживается интересная молодая женщина И начинает говорить о том, что у нее муж Ну в общем, скажем так, ревнивый придурок А потом, собственно, этот ревнивый придурок лично и появляется Ну и шо, и шо, и шо Ну ничего Просто Мораль Мораль Если вам звонят по телефону Долго хвалят Потом приглашают на концерт квартала На хорошие места Абсолютно бесплатно Ждите прикола, друзья Заслуженный артист Украины Коренной Дисси Замечательный Юрий Пилимонов Олег Пилимонов И наш старшего Елена Кравец и Юрий Скач Спасибо, Олег Николаевич Еще раз Спасибо, друзья Друзья, мы продолжим Вы знаете, мы заметили такую закономерность С тех пор, как Зеленский стал президентом У нас у всех появилось огромное количество друзей Да, а причем многих из них мы не то что не помним Мы даже не знаем о них вообще ничего Да, и вот эти самые друзья Постоянно обращаются нам с какими-то просьбами Пишут эсэмэски и даже присылают письма Да, и самые интересные мы вам сейчас зачитаем Итак, привет Это продавщица магазина В 15 лет ты просил у меня купить пиво А я тебе отказала Ты меня уже не помнишь А я спустя годы Проанализировала свою недальновидность И теперь продаю пиво всем детям Вдруг кто-то из них тоже окажется другом президента И вспомнит меня Ну а вдруг да А мы продолжим Здорова Степа Пишет тебе Вася ровный штрих из Одессы Помнишь Вася ты ехал в поезде Киев-Одесса Вышел в тамбур покурить и у тебя не было зажигалки А у меня была Короче Вася будет возможность Подрисуй меня в какое-то министерство Вася Желательно культуры Обязательно Здравствуй это твоя учительница истории Помнишь я тебе говорила что ты сначала историю не учишь А потом все тюрьмой закончится И вот представляешь как сложилась судьба Я в тюрьме Вот такая история И номер карты прилагаю Ну и последнее Юрий пишет вам Екатерина Хозяйка от Илье по пошиву одежды Светлана Передайте пожалуйста Зеленскому Когда он будет встречаться с Ангелой Меркель Пусть спросит где она шила свой костюм Просто у меня сегодня свадьба Хотим мужу такой же Ну что же уважаемая Екатерина Мы выполняем вашу просьбу И так к вашему вниманию встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель Где-то на международном саммите Смотрим Раз Владимир Вы не переживайте Я вас сейчас веду в курс дела Это всего лишь знакомство с главами государств И миговыми лидерами Да я Ангел Мне просто немножко некомфортно Понимаете мы тут Извините с вами как бабушка с внуком Понимаете Какая бабушка Да действительно какая вы бабушка Как дедушка с внуком Да Что? Я шучу Ангел Я шучу Это привычка Я когда волнуюсь Я начинаю шутить Понимаете Как в квартале Не в квартале там было наоборот Я сначала шутил Потом волновался Ну О все началось Владимир Соберитесь Сейчас я представлю всех поименно И так Это президент Америки Дональд Трамп И новый премьер министр Британии Борис Джонсон Капец как они похожи А как вы их различаете? У одного из них Парик А я понял Оооо Кого я вижу? Кого я вижу? Ангел а я вас спрашиваю Кого я вижу? Это Владимир Си Цзиньпинь Си Цзиньпинь Нужно было полностью заклинание сказать Си Цзиньпинь Драх тебе ногти бедах А? Владимир Это Это не шутки Это лидер китайской партии Китайской партии чего? Партии кроссовок Или партии телефонов Владимир Вот вы сейчас снова шутишь Да шучу я шучу Конечно Здравствуйте Нихао Проходите пожалуйста Да А это президент Колумбии Иван Дуке Маркес Добрый вечер господин Маркес Здравствуйте По совместительству глава крупнейшего наркокортеля Серьезно? Выйди отсюда разбиеных ты Дай ты уже господин Владимир Владимир Я никак не могу к вам привык Да Простите Я хотел бы представить вам свою делегацию Итак Глава МИД Вадим Пристайко Лидер нашей партии Дмитрий Разумков Гутин так Сергей Шефир Мой первый помощник А я не знаю Ну он еще один из продюсеров сериала Сваты О Сваты Я очень приятно знаю 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 Вальюха Ёкарный бабай Да 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 Очень гутин так Очень приятно Идем дальше Это Юзик Юзик Представитель Зе команды в Кривом Роге Это снова Юзик Еще чуть-чуть Юзика Все еще Юзик Немножечко Юзика Ангела если у вас машина рядом можем до конца Юзика проехать а то тут не близко Вот вы сейчас снова шутите Да шучу я конечно Но если серьезно Ангел если серьезно Юзик он очень перспективный политик Да Что он закончил Стэнфорд Толкфост Круче Он закончил Трусковец О Владимир вы слышите Кто это все время кричит Порошенко Порошенко Я не Ну как кто Порошенко кричит Он стоит О Петр Алексеевич Подождите а кто это рядом с ними вот это Вы что Владимир это же Гройсман Это Гройсман Да ты что не узнал Я же его еще вот таким вот помню А я хотела у вас узнать кто это сидит за столом Ну как кто это мэр Киева Виталий Кличко А почему он сидит за столом на велосипеде Чем вы меня спрашиваете Спросите у него он понимает немецкий Владимир вы не понимать немецкий поэтому думать что Виталий понимать немецкий А вот как раз он идет сейчас сами все увидеть Гутен так Виталий гутен так Я я у меня есть сестра Я я у нее есть яблоко Да я оно лежит в миске Я вас зовут Виталий Я уже в курсе Ау фидерзейн Что А снова гутен так Гутен так Я я это яблоко А это сестра Ау фидерзейн майн фрэнд Майн фрэнд Виталий Виталий Катайся где нибудь в столовой Я не знаю Спасибо Владимир Ангелы извините ради Бога О господи как стыдно Да А это Юлия Владимировна Тимошенко Юлия Владимировна Да Здравствуйте Юлия Владимировна Юлия Владимировна Юлия Владимировна Юлия Владимировна Анна Извините ради Бога Да занято уже кресло премьера ну Успокойтесь пожалуйста В общем эта Тимошенко В этом году она чуть не стала президентом Украины Надо же Вы четвертый президент который мне ее так представляет Я смотрю вы тоже любите жизнь Ну я как вы У вас учусь Да И в заключении украинские олигархи В заключении? Ну не в смысле украинские олигархи в заключении В завершении Ринат Ахметов Здравствуйте Виктор Бенчун Игорь Коломойский Здравствуйте Юрий Валерьевич Да Здравствуйте Да 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 Как красиво было Мощной Даже не подходите к ней Уйдите отсюда А кто там Владимир Ангела пожалуйста Иди Это Геннадий Маскаль Не вздумайте с ним разговаривать Я прошу Ну почему же я хочу узнать Здравствуйте Геннадий Как вам здесь нравится Как вам здесь Полный что Ангела отойдите пожалуйста Подождите Я хочу узнать Поподробнее пожалуйста Куда идти Что делать Какую Люсю Я ничего не понимаю Ангела идемте отсюда Я прошу Что именно жаба делала с гадюкой Я потом объясню вам Ангела идемте пожалуйста Вот Господи И Юрий Великий И Ангела Меркель Студия Квартал 95 Мы продолжаем И новости шоу бизнеса Олег Винник пришел на нудистский пляж Как говорится Себя показать И на себя посмотреть Ну а это еще не все А что Вот Я не зря вышел на эту сцену с букетом Потому что Кому это Совсем недавно В украинском шоу бизнесе Произошло одно очень знаменательное событие Друзья Известный телеведущий Путешественник Дима Комаров Так Женился на прекрасной Александре Кучеренко Давайте поаплодируем Давайте поаплодируем Вот Дима Комаров Дарите цветы Совет да любовь Чтоб были здоровы Чтоб были богаты А я напоминаю Что Александра Кучеренко Мисс Украина Телеведущая Журналист Журналист Модель А Дима Справа от нее Да Итак Представьте Свадьба Сразу же После первого танца Молодых Аплодируем 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 Что ты им нравишься Дима Они голые Я вижу Что я им нравлюсь Какой кошмар Эта свадьба превратилась в какой-то кошмар Ну как так? Кошмар Да потому что ну не об этом я мечтала Димочка Ну объясни мне Ну почему я вот букет не бросала как все нормальные невесты А выплюмывала из такой вот длинной трубки Ну что это? Это нормально Это древняя традиция племени Махатумба Господи а перед мамой как неудобно Сашенька При всем уважении Твоя мамочка Устроила скандал На ровном месте Дима Серьезно? Вождь ей на ногу помочился Дима Между прочим Это высшая степень Проявления симпатии в этом премьере Понравилась мама твоя Нормально? А эти твои гости из Гвиней Вот зачем они здесь? Мне кажется Им у нас даже не нравится Почему? Да потому что я никогда бы не подумала Что на собственной свадьбе Увижу как человека тошнит Человеком Нормальное слово Что тебе не нравится? Это кошмар какой-то Все мне не нравится Вот эти подарки Ну что это такое? А что с подарками? Посмотрите Ну вот что это? Улей Нога осла Два камня Яички павлина Грустный павлин Понятно Ой что это? Трехлитровая банка яда Ой фу боже Нога без пальцев А хотя нет что без пальцев Вот же и пальцы Бутылка для воды Ну что это? Это мои вещи Саш Давай к подаркам ближе перейдем Димочка дорогой Ну зачем ты таскаешь за собой весь этот мусор? Ну серьезно Ну что это? Саш здрасте паза Ты хочешь сказать что и вот это мусор? Да это мусор Кстати что это за мусор? Это окаменелый орган динозавра Зачем он тебе выбросил Дим? Здрасте Он стоит пятьдесят тысяч долларов Сколько? Полтос Господи боже Это ж как надо не доверять украинским банкам Чтоб хранить сбережения в окаменелых органах динозавра Мой талисман я ношу Ну что ты А вот это вот что это за гадость вообще? Почему она здесь на столе? Вот это вот что это такое? Вот это? Да Мадагаскарский тараканик Ой фу Дим выброси Здрасте Я лучше съем А вот это что? Ну это африканский паук Выброси Господи вот это огромное это что вообще такое? Скорпион Саш Ешь 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 давай кушай Ну он ядовитый Тогда выбрасывай Может перестанем подарки рассмотрим? А чего Дим? Я наелся честно говоря Ах ты наелся отлично Дима Дима тебе передали послание Ничего себе Это просто супер Прикольная записка Записка Что там? Поздравляю Хорошая новость Вождь племени Махатумба Благословляет нас на романтическое путешествие Ой класс Да Это прям отличная новость Вот только я как раз об этом и хотела спросить Димочка А как так получается что все едут в свадебное путешествие а мы в экспедицию Все будут пить коктейли на баре а мы будем пить кровь бизона Все будут ночевать в пятизвездочном отеле а мы на дереве Сашенька ну пойми ну такие условия в затоке Ты сама хотела без дальних перелетов Сашенька Ну а что я мол... Дима 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 Дим О, Надя Наша Надя приехала Привет 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 Надя Димочка мы конечно с тобой друзья но я не буду выступать на твоей свадьбе Что случилось? Что произошло? Почему Надя? Что случилось? А вот что О, святые угодники Надя, ты не нервничай, мы сейчас решим этот вопрос, да, Дим? Какие-то непонятки, я сейчас все разрулю Да, пожалуйста, Дим Это мои друзья, сейчас все решим Ага, а значит они говорят сломанная лапка о жереле диадема Они знают нашу песню, да? Нет, это требование, чтобы отпустить позитивы Где я сейчас все это возьму, Дим, ну? Ну не знаю, тогда поздравляю, теперь с этого дня у тебя сольная карьера Они съедят сейчас позитивы, это племя есть тараканов, ты видела усики у позитива? Сейчас его как... Дима Дима, реши, пожалуйста, пожалуйста, я что-нибудь придумаю Ну, есть еще один вариант Так Ты смотрела фильм «Айс Вентура»? Ну, конечно Тогда, чтобы отпустили позитива, должна прозвучать «Щикака» А что такое «Щикака»? «Щикака», Надя, это любая ваша песня Любимая Одесса, специально для вас ваша любимая «Щикака» Может, ты позитива развеешься? Пожалуйста, развеешься Давай, встречайте! Время и стекло! Кто-то и позитив! Добро пожаловать! Вы знаете, в принципе, в последнее время складывается не то, что тенденция Наверное, традиция уже для нашего коллектива Что очередные выборы, и мы теряем кого-то одного из нашего коллектива Да, вот если об уходе Вовы из коллектива мы шутили уже очень много В зале присутствует еще один человек, который покидает нас на пять лет И с ним мы еще не попрощались Юра, куда ты? Ребята, делай раз! Ютя, помашем вслед До свидания, друг и брат Ты отныне депутат Ютя, без тебя квартал На двести килограммов легче стал Юзя, ты не к нам в годах Но разве что чуть мимо ты присядешь И нажмешь за троих ближайших слуг народов И такое может быть, а че нет, братан Конечно, ты уходишь, но ты продолжаешь приносить пользу Благодаря тому, что ты ушел Мы узнали, что наш концертный автобус, оказывается, может развивать скорость больше 50 км в час И твоему концертному костюму, не переживай, тоже нашлось применение Ну вот, видишь? Кстати, Мика, все концертные слова Юзика он подарил тебе И это все? Ах, Мика, Мика, так бездарно потратить все слова Юзика Молодец Аккуратней с костюмом Юзик, теперь ты идешь в политику Мы с ребятами догадываемся, что, возможно, ты пошел в депутаты просто потому, что перепутал шарлотку с мажоритаркой Но зато, Юзик, мы гордимся, что ты не раздавал людям гречку Да Правда, ты ходил по квартирам Заходил на кухню и рассказывал людям, какая она вкусная Это уже совершенно другая история Совершенно Слушайте, а какой обязательный человек Всегда выполняет то, что обещал Ну, например, пацаны, я опоздаю И опаздываешь Сказал, я забуду Забываешь Я сейчас ударю Бьешь Побольше бы таких людей, да? Конечно, конечно Юзичка, благодарю тебе Теперь, мы надеемся, в Верховной Раде все будут напряженно работать Даже лифт Особенно лифт Ты не кодав, Юзик, ты депутата дав Как все-таки легко простая фотография с шаурмой заставила тебя бросить нас и пойти вслед за Зеленским, Юрий Ребята, делай два Юзик, пока братан В нашем сердце пустота На пять лет уходишь ты Но в Раде будет депутат Которого увидеть будешь рад Юра Тебя мы будем ждать И знай, что для тебя в любое время В наш вечерний квартал Открыты будут двери Да, причем для вас, Юрий Валерьевич, будут открытия чуть шире, чем для других Ну, Харен, что ты там сидишь, Валерьевич? Давай, поднимайся к нам, братан Ну, давай, как раньше Вместе споем финальную песню Тем более повод прекрасный день независимости Украины Давай Классно Ну, наконец-то, друзья Кажется, почти все в сборе И вы знаете, что до дня независимости Хотелось бы очень побожать, чтобы наша страна была такой, как, например, на мальчиках моих детей Яскравой, разнокольоровой и счастливой Чтобы у каждого был свой дом А вы еще дома были, только мы с вами А вы еще нас, только квиты Так И вы знаете, дивлячись Дивлячись на Украину, ей не 28 Украина, тебе не 28, тебе 15, 20, 25, 50 205, как Тарасу Шевченко 425, как Богдану Хмельницькому Или 1060, как князю Владимиру В общем, тебе равно столько, сколько всем твоим детям-украинцам С Днем Незалежности! С Днем Незалежности! С Днем Незалежности! Мальовані квіти розкрасили діти Ростут до хмаринок дерева й будинок Усміхнена мама навколо малята И донька в два раза больше за тата в руках у солдат Не автомати, а біля троянды З рожевим банто малює на аркуші Кожна дитина, як хоче вона свою Україну А я лише хотів тебе привітати Повітряні кулі літають над містом І кожен із нас буде святувати Бо кожному з нас уже 28 А я лише хотів тебе привітати І свято сьогодні у кожній оселі І безвозмісно подарувати Дитячі шедеври веселі-веселі Замурсані руки маленьких мангогів У фарбі одежа, лице і підлога Звичайний листок, маленьку клітинку Перетворився у справжню картинку Мрії дитячі з малюнків прекрасних Ми маємо в наше життя перекласти Але треба так нам це намалювати Щоб їм після нас не прийшлось виправляти А я лише хотів тебе привітати Повітряні кулі літячі у свічки І безвозмісно подарувати Мирного неба, ну хоч би трішки А я лише хотів тебе привітати І з самого ранку у гості до тебе Зійти на говерлу і прокричати Мені обір тебе Нікого не треба Дякуємо, Одеско Дякуємо за ваших дітей За ваше місто, за вас, за море Дякуємо дуже Дякуємо тобі, Одеско, мама І до зустрічі Дякуємо, Дякуємо За дітей За те, що ти така прекрасна Дякуємо тобі Дякуємо Студія «Квартал 95» Наші прекрасні діти І «Квартал Йоус Бен» Дякуємо Дякуємо